Приветствую вас, и еще выходом из вашей ситуации является работа над вашими взглядами, установками, самооценкой, восприятием себя и своей жены. Как правило, подобные чувства мужчина испытывает только при наличии у него определенных социальных взглядов, то есть чрезмерно развитый институт семьи, чрезмерно развитые идеалы семьи и так далее. То есть вы не можете принять свою жену такой, какая она есть, и вы не можете сделать так, чтобы вас не травмировало. То, что у нее когда-то были связи, то, что у нее когда-то были некие проблемы, то, что у нее когда-то были интимные партнеры. Но сейчас-то она с вами, сейчас-то она только с вами спит. У вас-то ведь тоже была какая-то интимная жизнь до нее, скорее всего. Но она же вас почему-то не обвиняет за то, что вы с кем-то справились. Правильно? Правильно. И я предлагаю здесь ревность, неуверенность в себе. Вам возможно страх остаться одному, может быть, недоверие к жене и так далее. Опять же, как я уже сказал, воспитание, семейные ценности, которые вам внушили родители, например, и так далее. Ну вот вы говорите, да, что мне плохо от этого, от того, что она спала с теми, кому за 30. Вот. Ну и что? Она от этого получала удовольствие, она была счастлива в тот момент. И почему вам об этом вот так плохо? Сейчас же этого не происходит. Почему у вас развито чувство собственничества? Почему вы это не принимаете? Значит, вы что-то, скорее всего, не принимаете в себе уже. И это проектируете на свою жену. Вот с тем, что вы проектируете на свою жену, и нужно разбираться. Почему именно это вы проектируете на нее? Это такой момент. Далее, вы так сказали, что ваша супруга рассказала, что у нее секс начался, и как только ей исполнилось 17 лет. Для чего она вам это рассказала? Почему она вам это рассказала? Как вообще у вас разговор зашел на эту тему? Тоже это необходимо пояснить, и пояснить, нет ли у вас вообще каких-либо проблем со своей женой. Вот. Ну и Игорь Андреевич. Понимаете, что-то сейчас происходит. Нельзя назвать любовью. Так вот вы говорите, что я люблю жену, но не противно. Это не любовь. Вы не принимаете ее. И, соответственно, либо вы принимаете себя, будете принимать себя. И через принятие себя, то есть не будете уделять много, чрезмерно много внимания тому, как правильно, как нужно, как должно быть. А будете уделять внимание только тому, как есть. И принимать это. Либо действительно развод, потому что вы свою жену не любите. Ну, по крайней мере, сейчас вы ее не любите. А она вот станет рано или поздно вам доказывать, что она ни в чем не виновата. Она и прошлое-то изменить не может. Кроме того, опять же, имеет смысл выяснить у нее, зачем она это делала. То есть, ну, вот что ей двигало. Но, наверняка, она искала ради родительской любви, возможно, даже отшелской любви через эти связи с мужчинами. Разве это плохо? Она тогда не была с вами. У нее тогда не было вас. Да, она могла бы обратиться к психологу, но не каждый на это согласится, не каждый на это пойдет. Не каждый до этого додумается обратиться к психологу. Не каждый осознает, что у него проблемы психологические. И что их нужно решать. Понимаете? Поэтому нужно выяснять все обстоятельства. Вы вырвали из контекста то, что она вам сказала, и этим оперируете. А это неправильно. Женщина в сексуальные отношения от счастливой, хорошей, удовлетворенной, спокойной, защищенной жизни вступать не будет. Только исключением является наличие повышенного либидо, но это уже другой вопрос. Это физиология. Тут физиологию либо принимаете, либо нет. Ну, а также темперамент. Тут вы принимаете это, либо нет. Это уже ваше право. Ну, и подумайте, 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 подумайте в том направлении, что просто вот эта жена не изменит уже. И вы просто изменить не можете. Почему вы цепляетесь за прошлое? Это ваша проблема. Это особенность вашего восприятия. И, соответственно, именно за особенностью вашего восприятия и нужно будет работать. А жену вы просто будете давить, жену вы будете прифинговать, и она в итоге просто устанет постоянно сталкиваться с тем, что вы считаете ее там старосортной какой-то, да, и так далее. То есть, ей же неприятно, что вам противно с ней быть только потому, что она вам рассказала. Она вам доверилась, может быть, раскрыла сердце, а вы вот так вот отреагировали. Плюс еще успокоительнее пьете. Определенно у вас есть неуверенность в себе, и я бы рекомендовал бы вам проработать детско-радистовские отношения ваши. То есть, модель отношений между матерью вашими и отцом. Это, пожалуй, первое и самое главное. Потому что именно отсюда идет все, что с вами сейчас происходит. Вот. Либо у них были очень крепкие отношения, у ваших родителей. Прям вот они были единственными, и вы пытаетесь повторить этот сценарий. Либо, соответственно, напротив они были, наоборот, никакими вообще. То есть, мать изменяла, может быть, вашему отцу, либо что-то еще такое было, что вызывает у вас жесткое непринятие. Но это непринятие направлено не на жену. Это непринятие направлено на себя, на что-то в вас, что осталось от родителей. А на жену вы просто проецируете свои эмоции, по сути дела. Ну и подумайте, подумайте просто еще о том, адекватно ли такое мужское отношение к женщине. Как это сказывается на ней и так далее. Считаете ли вы это изменой? Что-то она делает, что-то она делала или нет. Тоже важный вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.